Приветствую, друзья! Я Виталий Портников. Президент Турции Реджеп Таип Эрдоган заявил о том, что с евроатлантической интеграцией Украины не нужно торопиться. Руководитель Турции в интервью американской телекомпании заявил, что он готов изучить мнение других стран, которые входят в НАТО, однако тут ни в коем случае нельзя принимать поспешное решение. Заявление Эрдогана в целом можно назвать ожидаемым. Было бы крайне странным представить, что президент Турции выскажется за евроатлантическую интеграцию Украины через несколько дней после того, как Турция приняла решение о подаче заявки в BRICS, союз, который объединяет Китай, Россию, Индию, Бразилию, Южную Африку и несколько других стран так называемого глобального юга. Понятно, что в этой ситуации открыто выступать за евроатлантическую интеграцию Украины – это бросать вызов той же России, да и Китаю, явно рассчитывающему на нейтралитет соседней с Россией страны. А Эрдоган с его объявленным курсом баланса между глобальным югом и западом и, между прочим, между Россией и Соединенными Штатами явно не из тех политиков, которые хотели бы бросать вызов. Очевидно, что Эрдогана не убедил и украинский президент Владимир Зеленский, который встречался со своим турецким коллегой как раз накануне появления последнего в эфире американской телекомпании. Эрдоган продолжает настаивать на том, что он мог бы быть посредником при заключении мира между Россией и Украиной, как будто бы не замечая, что Владимир Путин стремится не столько к миру, сколько к продолжению своего курса на уничтожение соседней страны и интеграцию ее территории в состав собственного государства. И от Эрдогана, российскому президенту, нужно не посредничество, а отказ Турции от санкционной политики против России и создания в этой стране привилегированного режима для российских олигархов и даже для родственников Владимира Путина. И, разумеется, в обмен на эти преференции Путин готов воспринимать Турцию в качестве посредника для каких-либо конкретных бизнес-сделок локального характера. Таких, например, как знаменитая зерновая сделка. Между прочим, единственное соглашение, которое было достигнуто между сторонами в ходе Большой войны России против Украины и, кстати, которое потом было сорвано Россией без всякого интереса к престижу и взглядом на это соглашение президента Раджепа Таипа Эрдоган. Таким образом, Украине придется считаться с тем фактом, что ее евроатлантическая интеграция обеспечивается отнюдь не только волей Соединенных Штатов. И даже если представить себе, что руководство Соединенных Штатов и других ведущих западных держав придет к выводу о том, что только евроатлантическая интеграция Украины является единственной возможностью для того, чтобы обеспечить безопасность этой страны в столкновении с российской военной машиной, это еще не означает, что с этим мнением согласятся все остальные страны, члены НАТО. По большому счету, уже очевидно, кто из натовских стран будет блокировать евроатлантическую интеграцию Украины столько, сколько это будет возможно делать. Это ясно по евроатлантической интеграции Финляндии и Швеции. Как известно, ни у президента Турции Реджепа Тейпа Эрдогана, ни тем более у премьер-министра Венгрии Виктора Орбана не было реальных поводов для того, чтобы блокировать эту евроатлантическую интеграцию, кроме как создавать некий фонд претензий у Эрдогана, связанной с курдской проблемой, а у Орбана с неуважением к его собственному правительству. Однако любой политик такого ранга прекрасно понимает, что любые юридические претензии, связанные, например, с курдским вопросом, могут вернуться примерно к тому же положению, что они были до вступления в НАТО Финляндии или Швеции после того, как эти страны станут членами НАТО. А у Стокгольма и Хельсинки появится, в свою очередь, дополнительный инструмент давления на Анкару, если Эрдоган решит вернуться к европейской интеграции. То же самое касается и Орбана, у которого вообще не было никаких конкретных претензий ни к шведскому, ни к финляндскому правительствам, но, тем не менее, столько времени, сколько его партнер из Анкары блокировал евроатлантическую интеграцию двух северных стран, столько времени ее блокировал и даже дольше премьер-министр Венгрии. И здесь просматривается как раз не опасение относительно того, что у представителей курдской общины, в частности, тех, кто выступает за суверенитет турецкого Курдистана, слишком уж вольный режим жизни в Финляндии и Швеции, и не желание не видеть в финских и шведских медиа критики авторитарных тенденций в правлении Виктора Орбана, а совершенно конкретное желание продемонстрировать России свою нужность. Да, понятно, что ни Турция, ни Венгрия не могли полностью заблокировать вступление Швеции и Финляндии в НАТО. У Турции достаточно велика роль в Североатлантическом союзе, однако не нужно преувеличивать возможности Реджепа Тейпа Эрдогана. Но вот потянуть время, создать паузу, продемонстрировать, что подлинного единства среди союзников нет, на это и Эрдоган, и Орбан вполне способны. А с Евроатлантической интеграцией Украины куда сложнее, чем с Евроатлантической интеграцией Турции и Венгрии. Ведь вступление Украины в НАТО – это явный сигнал России, что Владимиру Путину не удастся воплотить в жизнь свою главную идею – стереть соседнее государство с политической картой мира и присоединить его территории к Российской Федерации. И разумеется, с точки зрения выживания Украины, чем раньше прозвучит этот сигнал, тем лучше. А с точки зрения интересов Владимира Путина, чем позже прозвучит этот сигнал, тем больше у него будет возможности захватить украинскую территорию, разрушить украинскую инфраструктуру, убить еще какое-то количество украинских граждан и обеспечить условия для оттока украинского населения. Собственной страны обо всем этом мечтают в Кремле. И по большому счету своими заявлениями Раджеп таит Эрдоган и создает вот эту необходимую для российского правителя паузу. Продлевает время, которое Владимир Путин может продолжать свою агрессию против Украины, не опасаясь прямого столкновения с Западом. А это, собственно, именно то условие, которое необходимо Владимиру Путину для бесконечной войны против соседнего государства и для ослабления Соединенных Штатов и других западных стран, что также является важной частью внешнеполитической стратегии российского президента. Ну и вот тогда возникает достаточно простой вопрос. В чьих же интересах тогда заявление Раджеп таит Эрдогана и может ли турецкий президент не понимать, что, говоря о том, что с евроатлантической интеграцией Украины нельзя спешить, он действует абсолютно конкретно. И, кстати говоря, учитывая опыт Эрдогана, абсолютно осмысленно в интересах России, в интересах Владимира Путин, в интересах российской агрессии. И тогда возникает вопрос, а в чем же тогда смысл посредничества Раджеп таит Эрдогана? Ведь посредничать-то нужно с сильной позиции, а не с позиции обеспечения интереса в одной из сторон, заинтересованных в продолжении войны и возможностях для собственной агрессии. Спасибо, друзья! Оставайтесь на этом канале, подписывайтесь на него, подписывайтесь на мои социальные сети, на каналы в Патреоне, Байме, Купья и Донателло, которые помогают развести ресурсы пользуясь функцией спонсорства в самом Ютьюбе. Мир вам!